Всем доброго прекрасного дня! Сегодня я хочу сделать очередной обзор на эфирное масло. И сегодня случайно так получилось, что будет это эфирное масло Нерли. Оно у нас идет сразу с базовым маслом в Дотере. Совершенно случайно я решила сделать этот обзор. Я это масло заказала для себя, для личного использования, за уходом, для ухода за кожей лица. И для составления ресурсных смесей, уже для тех, кто пожелает. Читаю название. Здесь в названии написано «Цитрус аурантиум». Такая, думаю, эфирные масла цитрусовые мы не наносим на кожу лица перед выходом на улицу. А я как раз собиралась это сделать утром, и у меня сразу в голове, так, цитрусовая, почему Нерли? Как, что, зачем? И стало уже более глубоко читать про это масло. И оказалось, что это цитрусовое масло, но не совсем, потому что именно масло Нерли добывается из цветков померанца или цветков дикого апельсина. И, соответственно, это у нас цветочное масло, и мы его можем спокойно наносить на кожу лица перед выходом на улицу. И оно у нас не фототоксично, как, например, дикий апельсин, который мы не наносим перед выходом на солнце, потому что может быть ожог. Итак, соответственно, это у нас цветочное масло, и тут я понимаю, почему у него такая дорогая цена, потому что все цветочные масла у нас стоят недешево. Это связано с тем, что, представляете, просто насколько легкий-легкий этот цветочек. Для того, чтобы создать одну каплю абсолюта, представляете, просто сколько вам нужно цветков этого масла. Цветы для эфирного масла Нерли собирают два раза в год, в мае и в октябре. Родина этого эфирного масла – Китай, но сейчас его стали культивировать также на Средиземноморье, и также в Испании, в Марокко, Франции и Тунисе. Запах очень интересный у этого масла. На самом деле цитрусового здесь абсолютно не чувствуется. Здесь я чувствую больше какой-то травянистый такой аромат, немного грековатый есть такое. И не скажу, что прям я от него балдею, но он очень интересный. И про Нерли говорят, что это масло, которое добавляет привлекательности женщине, и оно становится еще более привлекательной для противоположного пола и более такой притягательной. Поэтому, девушки, кто любит такие действия эфирных масел, возьмите себе на заметку. У этого масла очень интересная история. Жила-была принцесса Нерли. Звали ее Анна-Мария Арсинья. И ей безумно нравился аромат цветков померанца или дикого апельсина. И у нее им пахло просто абсолютно все. Этот запах стал ее визитной карточкой. То есть вся ее одежда, перчатки, она принималась этим ароматом в ванну. И просто постоянно была в этом запахе. И со временем этот запах стал таким запахом аристократии. То есть этим запахом все хотели пользоваться. И так получилось, что со временем это масло стало называться маслом Нерли в честь именно как раз этой принцессы Нерольской. Также интересный факт про это эфирное масло, что сейчас, в настоящее время, эфирное масло Нерли является одним из составляющих духов Шанель номер 5. Если опять же вернуться в древность, в Древней Греции, например, это масло было символом девичьей чистоты и плодородности. И на свадьбах цветки этого дерева вплетали в венки девушек-невест. Перейдем к полезным свойствам этого масла. Начнем с того, что даже в древние времена это масло уже ценили за его лечебные свойства. Его использовали для лечения болезней желудочно-кишечного тракта, бессонницы и как болеутоляющие. Если смотреть в психоэмоциональном плане, то это масло, которое помогает с расстройствами нервной системы, помогает бороться с бессонницей, нормализует нашу нервную систему. Это масло прекрасно подходит истеричным натурам женщинам. Мне оно подходит идеально, просто потому что женские организмы такое. Бывает иногда, что хочется спокойствия. Поэтому это масло прекрасно нормализует как раз наше эмоциональное состояние, чтобы мы не впадали в такие крайности, а были уравновешены и контролировали свои эмоции. Целебные действия этого масла также настолько широки, оно прекрасно воздействует на наш иммунитет, хорошо помогает бороться с признаками простуды и даже с гриппом. Можно делать с этим маслом паровые ингаляции. Как их делать, я уже выкладывала на этом канале, не буду повторяться. Прекрасная болеутоляющая, прекрасно снимает головную боль. Также очень хорошо борется с перхотью. Для этого буквально можно добавить пару капель масла в ваш шампунь. Все цветочные масла хорошо влияют на женскую эндокринную систему и прекрасно работают в период ПМС или в менопаузу. То есть оно нормализует наше вот это состояние и прекрасно снимает как раз вот эти болевые ощущения. Прекрасно работает на наши органы пищеварения, упирает спазмы, если вдруг они у вас есть. То есть можно просто наносить это масло на область живота, и оно будет прекрасно уже работать при наружном нанесении. Противоотчечное и легкое мочегонное действие этого масла тоже приветствуется. Если вдруг у вас есть запоры или гастрит, тоже можно наносить просто на область живота, и постепенно у вас эта проблема нормализуется. И, конечно же, это топ-средство в косметических целях, для чего я это масло, в принципе, и брала для себя. Потому что это одно из топовых масел при уходе за кожей лица. Оно нормализует работу кожных сальных желез. Масло прекрасно воздействует на туркер кожи, оно борется с акне. Кожа становится сухая, просто безумно прекрасно увлажненная. Все пигментные пятна убираются. Купероз – отличное масло, кстати, от купероза. Улучшает цвет лица, устраняет раздражение на коже, пигментные пятна, акне. С этим прекрасно тоже борется. Ряз, экзема – это масло, которое как раз вам с этим всем поможет. То есть плюс этого масла в том, что оно прекрасно подходит для любой кожи и подходит именно для ежедневного ухода. И плюс этого масла именно от Дотера в том, что оно сразу идет с базовым фракционным кокосовым маслом. И можно просто брать и спокойно наносить на кожу лица и наслаждаться при этом еще прекрасным, успокаивающим и нормализующим эмоциональное состояние ароматом. Безумно прекрасное масло. Все-таки даже если этот аромат мне не совсем так нравится, но со временем так совсем по-другому раскрывается. И на коже все-таки интересный запах у него. На этом все. Если это видео было вам полезным, делитесь им со своим другом, чтобы про эфирные масла узнали как можно больше людей. Подписывайтесь на мой канал. Будут новые обзоры, полезные видео. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok